Если ждёшь майские праздники и хочешь сезон шашлыков, то поставь лайк за 3 секунды. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрич и Энтони, и мы продолжаем наш сериал «Реальная жизнь в Рик Рикс». Привет всем, ребятки! Да, вы очень сильно долго просили, хотели продолжения, и вот, в принципе, оно. Мы решили, короче, в этой серии слетать себе на родину, в Россию-матушку. Да, ребятки, повидать, так сказать, родственничка, повидать маму, и, в общем-то, показать им, как мы теперь живём. А живём мы, уху, как япона-макарона. Да, короче, начинаем. Слушай, Боб, дружище, у меня для тебя отличная идея. Да, слушаю тебя, майка. Мы давненько не были у себя на родине, слушай, мы здесь уграбили бак, работали на правительство, собирали тачки. Чё мы только не делали, у нас баблища, просто им одевать некуда. Поехали на родину. О, у тебя пачка выпала, братан. Не смотри, не привлекай мне. Внимание. Видишь, где правая ромашка? Полиция кругом, за нами следят в ВБР. Все телефоны на прослушке, а ты на такие мелочи обращаешь внимание. Уху, наконец-то мы едем на родину. Быстрее, быстрее, что у тебя за тачка новая, мать его. Я тебе говорю... Тебе она нравится? Садись. Я тебе даже дверь открою, чтобы ты мне ничего не сломал. Какие двери, а? Вот, красавчик. Опа, видел, повернул даже её. Хотя, у нас в карманах бабки, зачем нам багаж? Это точно, братан. Я, в принципе, вообще в шортах вон еду. В шортах? Да. Но это не дело. Хотя, в принципе, у нас сейчас лето, жара. На рыбалочку с тобой на нашей старой Яве съездим. Чё бы, нет. На Яве, да. Помнишь, да, как мы на ней гоняли-то там? Да-да-да. По нашей деревне-то. Ой, брат. Что это было? Братан. Немножко подзанесло нас. А, ты дрифтишь? Я понял. Вау. Обалдеть, она крутится быстрее себя, смотри. Да-да-да, посмотри, как юла, ёпти. Братан, мне кажется, мы сейчас сами улетим. Как тебе такое, Илон Маск? Да-да-да, давай-давай. Так, регистратура где-то у них вот здесь. А, вот здесь прям? Да, вот тут тормозим. Вот, отлично. Ничего как будто и не было. Так, всё, вышли. Пошли, заходим. Берём билет и, в принципе, летим. Ну чё, Бом, билет у нас. Погнали на самолёт? Да, погнали, братело. Я все. Беги-беги-беги к нему, а то он сейчас улетит уже. Мы немножко опоздали с тобой. Да, мне не нравится в этом аэропорту, что у них здесь нету трапа. Сразу сесть в самолёт. Приходится бегать вот так по взлётке. Да-да-да, это очень весело. Прикольно мне как-то смотрится. Там какой-нибудь диспетчер сейчас на нами угорает, похоже. Блин, посмотри, какая травочка. Мы просто тобой опаздываем на самолёт. Уже все пассажиры на автобусе приехали, давно расселись, а мы последние. Да-да-да. Ну тогда чё, садимся и летим, братело? Да-да-да, давай. Садись. Опа. Так мы с тобой пилоты? Я тебе кое-чего не договорил. Не договорил. Да. Всё, в Россию, матушку, улетаем мы с тобой. Родные края, бобушка. Да, ты посмотри, блин, как красиво здесь всё-таки у нас. Господи, боже мой, посмотрите, какие холмы. Обалдеть, давно я здесь не был. Да, слушай, хорошо, когда есть бабки. Арендовали вертушку, господи, где-то видно. Да, и долетели до таксопарка. Нормально. Сейчас главное красиво сесть. Где-нибудь, в Париже. Да, ну ты уж давай. Но Парижа мне пахнет здесь, чувак. А то Ашот в Инвизе сейчас нас не повезёт. Так, прям сейчас на крышу сядем. Ага. Наверное. Это не точно, да? Опа! Мягкая посадка, отлично. Брата, ты классный пилот. Да, только не понимаю, зачем ты так сделал. Что-то немножко меня почти убило. Так, давай. Смотри, такси вот она. Слушай, нормально, я думаю, что мы его арендуем полностью. У нас же есть бабки, чё бы нет. Да. Погнали. Да не забыл, где наш дом? С ветерком прокатит сейчас. А чё мы буксуем так сильно? Ну-ка, я как бы на заседу. Или давай я сяду за руль. Во. Ты чё, водитель разучился русской машиной? просто у меня не тронулась даже а чё у нас вертушка не выключена странно ну ладно и хрестим мы же заплатили бабки все можно давай в общем гони гони смотри только там дпс по-моему нет не знаю родные края это дпс ники а кстати да смотри самара стоит вроде да а чё у них так машина далеко стоит не знаю для разгона что там делать так баг здесь местный до дпс банк рядом дпс это вообще тема нормальная наверно россии в рашки да да я думаю нас здесь еще не помнят наверно мы когда улетели до три года назад да прикинь родня нас забыла нет но родная матушка тебя точно не забудет это да ой брат у нас там с багажника это кресло выпало кресло детская арендованная машина ничего не страшно нормально братан ты бы потише а то мы сейчас нахер разобьёмся в этой рашки вообще просто будет жить ну зато похоронят на этом на родине да в навозе где-нибудь так все нормально я перестаю дрифтить хорошо уговорил ты меня вот он наш дом ты смотри улица работников 41 насколько я помню ты посмотри трактор то какой у нас стоит а красотища да господи и семерочка старая посмотри наша на которой мы с тобой поливали то офигеть смотри она сохранилась так хорошо я бы слушать забрать в америку за за тюни чем бы нет да сейчас улица кстати называется улица работников да смотри трактор деда да дед любил этот трактор слушай а неплохо сохранился вообще ништяк так ладно пошли домой ой да он еще на ходу да ладно да обратила можно нем потелочка поездить по телочкам по сельским поехали через ворота не будем заходить все таки мы дома улица работников я не забыл все правильно так отлично брить до лавочки и семечки можно пощелкать так давай заходим матушка матушка чуть тихо тихо вашего года уехала а может никого еду что это такое шоколад что ли вы шоколадку шоколадку на шоколадку буб я не хочу я сам все пози зал наш ебти не пускает зал дверь до конца открой так хорошо старый наш диван телик старый смотри пицца кто-то ел пиццу стой это не пицца чувак это запчасти аттрактора а да вот я путь нашел так подожди мне интересно что здесь блин все так поменялось непривычно вообще ну да слушай не зря в матушке деньги отправляли хотя бы себе ремонт сделать здесь смотри на меня брат ништяк это реально ништяк я просто лежу нормалек нормалек а чё там дальше у нас есть пошли посмотрим блин мне нравится наш дом как он изменился да зато встал с кровати и сразу за двором нормально да хорошо она у меня короче здесь этот джакузи у меня перестала голова болеть у меня теперь ничего не трясется здесь да ладно да то который сидишь за забором я в джакузи придел выходи на улицу смотри у нас здесь огород есть морковка растет помидоры огурцы хочешь огурец ребят вы видели да как он джакузи принимал где там этот огород а вот вижу так все огурец помидор морковь по на все макару салат готов я тебя не вижу там я за забором не забыл очень ништяк просто поставил зато я все прекрасно вижу брата блин наша старая его еще на ходу ты посмотри блин ну какого хера брат все у тебя прошли глюки теперь возвратилась головная боль понятно слушай проверь бензин я пока открою ворота прокатиться по городу давай все нормально с бензинчиком открывай ворота быстрее брат быстрее сказал по городу хотя бы не в городе вовсе да мы в деревне брат не забывай господи господи косой господи машину не упакуаций все нормально блин вспоминаю как мы с тобой рассекали опа да это эпично слушай это очень классно было давай помнишь как мы это тамарку тамарку то соседней деревне это это встречали на этом супер байке то для дрифтишь на мотоцикле так эпично да да я не только дрифтью я еще разгоняюсь смотри насколько ну-ка давай максималку проверим господи спокойно не убей нас не забывай что это я вот это я вода гору давай подай по рулю ставим гору бога где ты меня звал брат да видал видал сядь короче давай 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 оп я в люльке так до двух колеса говоришь 20 5 передач то я и прыгай вау да 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 опять я видел блин брат ну чё будем думать то в россии надо будет по-любому что-то замутить нам о господи можно открыть свой бизнес можно купить местное отделение банка кстати о вот это как идея да открыть филиал но только не так просто то его купить если нам продадут вообще его я знаю с кем можно договориться здесь но это тогда будет вообще отлично я думаю да надо будет что-нибудь такое открыть в общем то ребята такая сегодня была серия мы вернулись в россию видели свой дом покатались на яви даже на тракторе и в принципе все очень даже хорошо ничего практически не изменилось кроме нашего дома матушка к сожалению куда-то уехала не знаю когда мы ее увидим но тем не менее дальше будет интересен да ребята поэтому в следующей серии уже будем заниматься чем-то в россии если вам понравилась эта серия обязательно пишите и в общем-то ставки лайкусики нам до скорой встречи ребята пока пока